Добрый день! Сегодня поговорим о будущем голосовых помощников или голосовых ассистентов. Узнаем из патента. Как найти машину на парковке при помощи голосового помощника? И как эти голосовые помощники будут выглядеть в будущем? С вами Валерий Прушинский. Я рассказываю о патентах и об изобретениях с точки зрения теории решения изобретательских задач или просто ТРИС. Если вам нравится наше ТРИС видео, не стесняйтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А голосовые помощники незаметно входят в нашу жизнь и сейчас они все чаще используются. Мы можем видеть их в смартфонах, умных колонках или просто когда они встроены в браузер. Как такой голосовой ассистент может помочь найти машину на парковке? Сейчас может быть никак, поскольку большинство этих помощников встроены в интеллектуальный спикер и остаются в умном доме. Но в патенте 99-73-737 изобретатели компании Amazon предложили летающий голосовой помощник. Они предположили, что в будущем дроны будут гораздо меньше и предположили использовать эти миниатюрные маленькие дроны, оснащенные камерой для помощи пользователя. И на этом рисунке вы видите, что пользователь может приказать дрону найти что-нибудь. Дрон принимает команду, выполняет ее и возвращается назад к пользователю. Опасно только приказывать ему искать то не знаю что и лететь туда не знаю куда. А в остальном возможны очень интересные сценарии. К примеру, пользователь может прийти или вернуться на парковку. И если он забыл, где поставил свою машину, он может приказать дрону найти ее. И будьте уверены, этот маленький помощник с камерой осмотрит всю парковку. Каждую машину на парковке пока не найдет вашу. И изобретатели считают, что он сможет это сделать быстро, если поднимется выше и посмотрит сверху, где же стоит машина его хозяина. Кроме того, эти дроны могут использоваться вместо носимой полицейской камеры. Сейчас полиция использует камеры, закрепленные на форме, на уровне груди, поэтому видео прыгает во время ходьбы и на нем не всегда видно все место действия. В будущем полицейский может приказать своему летающему видеоассистенту следовать за ним или зависнуть и, к примеру, спокойно заниматься проверкой документов. А миниатюрная дрон-камера сама зафиксирует весь процесс на видео. И предполагается, что такие камеры пригодятся и пожарным, и военным, и обычным людям. Ну кто же откажется послать дрона посмотреть, не закипел ли чайник на кухне? Это, конечно, шутка. Этим летающим помощником найдется множество интересных применений. Пожалуйста, подумайте, какие изобретательские приемы применили изобретатели с точки зрения ТРИС. Обсуждайте и пишите свое мнение прямо под видео. С вами был Валерий Прушинский. Я рассказываю об изобретениях и патентах с точки зрения теории решения изобретательских задач или просто ТРИС. И недавно об одном из моих патентов опубликовали статьи некоторые цифровые издания. Ссылки прямо сейчас за мной на слайде или под видео. А если вам нравятся наши видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующий раз.